Этот выпуск посвящен коронавирусу, а точнее тому, что происходит на часовом рынке в связи с коронавирусом и в связи со всеми теми приключениями, которые происходят на мировом часовом рынке. Пару недель назад я выпускал ролик, в котором рассказывал, что будет с ценами на часы в России после того, как обвалился курс рубля. И я говорил, что есть где-то неделька, а потом многие компании будут поднимать цену. В комментариях кто-то мне не поверил, написал, да зачем вообще кому-то все это будет нужно, но факт тот, что во вторник вышел тот ролик, а уже в пятницу несколько компаний начали поднимать цену. Первыми оказался Rolex и Omega, которые подняли цену примерно на 10-15%. Остальные марки действительно какое-то время стали выжидать, потом цену поднял такой фэшн бренд, как ГЭС, поднялись цены на Вайнер и с завтрашнего дня поднимутся цены на Ланжин. Общее подорожание составило порядка 10-15%. Давайте посмотрим, что происходило с часами на прошлой неделе. Также в том ролике я говорил, что ничего хорошего не будет, часов много скорее всего не будет. И объяснял почему. И, собственно говоря, первые подтверждения уже пошли. Первым опять же объявил об прекращении производства, об остановке производства все тот же Rolex. Вслед за ним об остановке работ на производстве объявил Ублова, затем Патек Филипп. Несколько дней назад пришло точно такое же сообщение от Такхуэр. Компании группы Ричмонд пока ничего про свои производственные программы, про сокращение производственных программ не сообщали. Компании группы Ричмонд это Карти, IWC, Жерли Культер, Панерай, Ваширон Константин, Рожей Дю Буи. Но, насколько я знаю, там еще две недели назад производство работает в сокращенном режиме. То есть стараются как-то швейцарцы противодействовать нашествию коронавируса. Разбили работу с многих своих подразделений на две смены, чтобы люди не пересекались друг с дружкой. Но полноценно производство, конечно, работать не может. Swatch Group пока ничего не говорила про производство на своих фабриках. Swatch Group это Омега, Тесол, Анжин, Радо, Бриге, Бланпа и так далее. Но на самом деле намного лучше там ситуации тоже не будет. А причина достаточно проста. Ее легко понять, если вы знаете, как устроена швейцарская часовая отрасль. Вот очень часто говорят, что швейцарские компании мало что собирают сами. Там, мол, Китай, Китай. На самом деле все это не совсем так. На самом деле огромное количество швейцарских часовых фабрик живет за счет привлечения временного персонала. И чаще всего этот временный персонал это люди, кто живет во Франции, кто живет в Италии. Часовые районы Швейцарии, они, Женева там и прочее, они находятся достаточно близко от Франции. И каждый день люди из Франции приезжают работать на швейцарские фабрики. Естественно, что с введением карантина сначала в Италии, затем во Франции, этот поток сотрудников остановился. И предприятия банально остались без работы. Кстати говоря, вот если кто-то слышит, слушает новости про нашествие коронавируса и какие-то защитные меры, которые создают различные государства, и возможно кто-то удивлялся, что в Швейцарии защитные меры стало вводить достаточно поздно. А причина относительно проста. Сделать это было сложновато, потому что значительная часть персонала в тех же самых больницах в Швейцарии, значительная часть медицинского персонала, это тоже те самые итальянцы. И если вы закроете, например, границы что с Францией, что с Италией, то вы, с одной стороны, да, защититесь вроде бы как от проникновения больных, с другой стороны, вы банально оставите свое здравоохранение без персонала. Поэтому в Швейцарии ситуация была достаточно непростая в этом плане. Итого, не похоже, что часов будет много, все-таки, скорее всего, на рынке часов особого избытка не будет, если только он возникнет за счет закрывающихся магазинов. А такое закрытие действительно будет происходить. На прошлой неделе китайские фабрики начали возвращаться к жизни. Огромное количество небольших китайских фабрик банально разорились. То есть какого-то избытка комплектующих не будет тоже. Это то, что произошло буквально последние недели после всех этих всплесков. Но часы обещали стать дорогими еще и до массовой эпидемии. Еще в середине февраля производители часов говорили, что очень сильно выросли цены на механические механизмы швейцарские. А так, трехстрелочники от ЭТА стали стоить чуть ли не 120 франков, а за Селиту просили больше 80 франков. При таких ценах 120 или 80 даже долларов за механизм, никаких часов с автоподзаводом швейцарского производства дешевле 1000 долларов. Очень скоро на рынке не будет. Ну, точнее, даже не 1000 долларов. А я думаю, что где-то нормальная цена будет в районе 1500 долларов за более-менее нормальные часы с автоматическими механизмами. Но, скорее всего, останутся на рынке какие-то модели долларов по 700-800. Прежде всего, наверное, останутся марки от Swatch Group. От Lange, Rado, от Tiso и так далее. К чему я это говорю? Понятно, что у нас сейчас, у многих из нас есть всякие приключения чуть более важные, чем часы. Но нужно понимать, что, скорее всего, в течение буквально года часы могут стать роскошью. То есть, большинство компаний и швейцарских, и японских, и всех-всех-всех, они и были нацелены на рост средней цены своей продукции, и все текущие события только еще сильнее подтолкнут их к этому самому росту. То есть, часы действительно станут элементом роскоши, каким они были там несколько веков назад. Производители прекрасно понимают, что количество покупателей часов не растет, что количество людей, покупающих часы, будет снижаться. С одной стороны. С другой стороны, они нацелены на сохранение, прежде всего, своей выручки, то есть, денежного потока. И были склонны, и будут склонны компенсировать вот это вот уменьшающееся число покупателей, прежде всего, за счет роста средней цены товара. Ну, этот рост, он не просто там идет не на пустом месте, этот рост, он сопровождается и ростом качества товара, потому что, если сравнить часы, которые выпускаются сегодня с часами, которые выпускались 10 лет назад, ну, даже ту же там Омегу, например, если взять, разница, конечно, очень большая, то есть, ее даже и визуально видно. То есть, часы станут лучше, часы станут дороже. Ну, а что делать в этой ситуации? Здесь же каждый решает сам. Я думаю, что если вы любитель часов, то, ну, наверное, будете все равно как-то там сохранять это свое, эту любовь, будете искать возможности приобрести понравившиеся модели. Наверняка в течение какого-то времени, там, года или около того, поток товаров из закрывающихся магазинов, он будет выплескиваться на рынок, и будет определенная вахханалия, что-то где-то можно будет купить дешевле, но это именно что-то где-то, новые модели дешевле-то особо никто продавать не будет. Ценник на них будет держаться на достаточно высоком уровне. Поэтому я бы рекомендовал, если кто-то действительно собирался покупать часы, и осталась рублевая масса, буквально завтра еще есть, наверное, возможность попробовать купить Longines за недорого. Ну и смотрите остальные марки, которые еще не подняли цены. Повторюсь, сейчас официально поднял цену Rolex, Omega, Longines, Pro Richmond, я, по крайней мере, ничего не слышал. То есть, еще пока есть какой-то небольшой временной лаг, когда можно что-то купить достаточно задешево. А возможно и поговорить с магазином про скидки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте какие-то ваши вопросы, если они есть. Буду рад их увидеть и попробовать ответить в следующих выпусках. До новых встреч!